Всем доброе утро! Сегодня у нас 26 сентября. Мы наконец-то поехали в лес. Последний раз мы в лесу были 11 сентября, потом у нас еще... И вот мы приехали. Немножко прошли вот здесь так. Видели много переросших красноголовиков. И здесь смотрите, какой стоит. Красавчик! Мама его оприх... О! О! Какой чистый-чистенький. Такой тверденький. Мы больше двух недель не были. Так приятно, да? Только зашли и пошли. Так. Ну вот, надо ведро доставать? Или пока в кулек толкну. Кулек? Тебе кулек надо, нет? Нет. А, ну и все. Ладно, пока ведро доставать не будем. Может, больше ничего не попадется. А я, видишь, хотела сюда зайти. Думаю, здесь вот с краешку такой стоит. Ага. С утра было 7 градусов, а сейчас 16. Вот. Два дня у нас прям теплые, обещают. 17 градусов. А там опять похолоднее будет. Может, еще что-нибудь найдем? Мы так-то не из-за грибов пошли просто подышать. Соскучились. У нас закончились холода. Днем было плюс 5, плюс 7. Ветер был шквалистый прям. Даже деревья ломало. Без дождя, но ветер. И вот такая пришла хорошая погода. Так, ну здесь больше ничего пока не попадается. И ладно. Ну, воздух холодный. К вечеру нагреется, а пока еще довольно-таки прохладно. Очень давно мы не были в лесу. Прям душа просится захватить до снега денечки хочется. Ну, я так рассчитываю штук 5 набрать. 6, 5-6 грибов. Больше, наверное, нам не попадется. Потому что мы не хотим далеко и долго. Взяли вообще-то сосиски, хотели костер жить. Вот рябина хорошая. Можно собирать. Ну, тут шиповник, он уже засыхает. Вот. Шиповник. Прямо в лесу можно чай заварить, например. Рябина, шиповник. Смотрите, какая ромашка прикольная. Классная. И тут еще такая же. У нас уже в крае были заморозки. Калина. Здесь далека видно. Калина. Калина. Листья такие красивые, красные. О! Калина. Вот еще немножко собираю пакет. Стараюсь тихонько их не раздавить. мои ставки штук пять найдем за весь день. Если. Если. Это, знаете, древние греки отличались лаконичностью, особенно спартанцы. Им написали враги. типа, если мы придем, то мы вас это почикаем там. Все. Спартанцы им написали ответ. Если. Дышится так классно воздух. Пахнет, знаете, чем? Когда мы в студенчестве, в колхозе работали. на месяц отправляли в сентябре. Но даже мы до пятого октября там. Блин, уже зима, холодно. Все застывшее. А мы все в колхозе. От нас толку-то особо и не было. Мы только проедали совхозную вкусную еду. Нас кормили там хорошо. Мясо много давали. А готовили сами студенты же. не воровал никто уже. Куда им воровать-то студентам-то? Вот. Калачи из сельской присылали пекарни нам. Такие калачи обалденные. Председатель этого совхоза или как он назывался, приедет такой на нас смотрит. Так, типа, с кем я связался? Ладно, что, говорит, куда деваться? Потому что первую первую неделю все работают хорошо. Такие, давайте быстрее все выкопаем и уедем в город. Но это три дня такое. Потом все. Уже там заболевают люди. Думала, гриб показалось. Вот, заболевают потом кто-то то, кто-то сё. Вот. жили мы в пионерлагере. В один год жили в пионерлагере Чижик в Краснокамском районе. Кто может знает. А второй год я забыла. Ну, тоже рядом лагерь был. Ну, блин, склероз, не помню, как он назывался. А совхоз-то все один и тот же был. Потому что у ПГУ было с этим в усть-сынах совхоз-труженик. Вон, смотрите, этот гриб осенний строчок. А упирали там морковку. Но есть её было нельзя. Если кто поест, может отравиться. Потому что она была нитратная. И нужно, чтобы она вылежалась, скажем, недели-две. Тогда только можно есть. Оно, видимо, выветривается или как, я не знаю. А кто у нас рискнул и поел, те прям реально отравлялись. И вот так же пахло в лице. Станешь, уже холодно, заморозки. Ноги, вот я там ноги, блин, отморозила свои в сапогах резиновых. Целый день ведь на поле, на обед только в лагерь едешь. то на автобусе возили, то пешком ходили. А потом мы одним утром проснулись. Вот уже мы постарше были, когда уже борзые стали. Девки, все, пора заканчивать это дело. Нафиг не пойдем на работу, поехали в город. Там наши ходят старшие девочки. Я знаю, что вы тут. Вот только приедьте в город. Я вам на кафедре задам. А мы сидим молчим. Вот эти зяблики. Они еще не улетели, оказывается. Кучкуются, смотрите. Зяблики много. И мы такие тихонько собрали рюкзаки. Пошли пешком, пешком на трассу, на какой-то автобус. Там доехали до Краснокамска. Смотрим, а там пол нашего факультета на автовокзале. Мы говорим, вы что, тоже сбежали? Что, сбежали? Мы типа сами уехали и все. У мамы смотрим, что есть. Два подрешетника, да? Какие хорошие, крепкие такие. Вполне ничего. Что там? Листик похож на гриб. Мне тоже показалось. Но этим мы не считаем. Пять мы считаем этих красных. А эти что попадется, мы это не будем считать. Пять штук у нас план. Пять грибов. Ну, может быть ничего нет. так хочу не заходя глянуть. Я тут не одеваю. Не, не одеваю. Ой, наконец самошек нету. Идем первый раз за все время. Вот такая картина у нас тут. Я пойду вот здесь. Вот такое эхо уже лесу здесь пойду. Осины шумят. Дошли мы до осин и они сразу зашумели, зашумели. Но сегодня без осадков. Ой, листья полетели, полетели. Сегодня, кстати, никаких поганок нет даже. только навозники попались и все. 16 градусов показывает, но, честно говоря, холодно. Люди в шапках тоже и в куртках теплых. Ветер уже все равно такой. Скоро уж 1 октября. А у нас нет отопления дома. Все еще очень холодно. Вчера хоть горячую воду дали, ладно. Так. Ну, вот, перешли сюда. Перешли сюда. Солнышко вышло опять. Где-то надо будет посидеть место найти хорошее. что, очередное включение. Ходим просто бесцельно по разным местам. Ничего нету. Сейчас тогда найдем где-нибудь посидеть хорошее место и костер, наверное, сделаем. Смотрите, кто-то совсем недавно долбил жуков. Дятех. Ой, смотрите, грибочек. Ого-го, ничего себе. Ну-ка. Вот такой объеденный. Так, смотрите, грибочки. вот раз и два. У меня вот три гриба сегодня. Сейчас хорошие идут, такие коричневые. Прям вместе были. Вот ближе к нашим краям начали грибы попадаться. Там с краю ничего не было. Ну, все, у нас на грибовницу есть. Это мы всегда так. Уже у тебя полный кулек. Я шучу. На грибовницу есть, да? Напрягаемся, идем по пересеченке, жарко даже стало. Тебе нет? Я оставила маму разводить костер. Сама пошла. Говорю, я без тебя быстрее пробегусь, а ты пока разводи костер. Вот так вот. Ладно, пусть там. Ох, какой, наверное, переросток. Не знаю. Проверю, но, наверное, не пойдет. Так что, вот, зябликов видели. Еще, видимо, зяблики не все улетели. И сейчас впереди какая-то стая большая слышна. Тоже птиц. Может быть, синицы, может быть, какие-то остатки перелетных. Ой, слышу снегиря. здесь пройду и все. Я нашла сегодня сколько? Четыре гриба. и первый тот, если пять штук, я нашла. Мама, два под решетника. Так, много еще зеленой травы. Даже не подумаешь, что уже скоро зима. иду в сторону мамы и походу веточки ломаю всякие для костра. Но сегодня это еще ладно, тепло. Вот и я. Один. Один. Гриб нашла. Надо? Вон один такой вот, смотри. не знаю. Что, ведерко будем доставать? Не знаю, добрый, недобрый, проверь. Ножка вроде добрая, да? Сейчас таскаю маме веточки. Это наши старые. Так, вот эта сухая, хорошая она. Прямо идеальная. Так, и нам надо шампуризм какой-то еще шампуры-то ты обычно хорошо умеешь. Нам что, сосиски пожарить-то? Не надо ничего такого. угу. Что еще? Что-нибудь притащить. Я вам тут беру с краем. Сушняк. Нам не греться, так и листья пойдут. А так, если холодно, то надо что-нибудь посерьезнее. Ой, костром так вкусно пахнет, товарищи. Вообще обалденно. эти все с одного места таскала. Так, вот только и не знаю шампуризм какой. Ну, ладно. Начали наличие пустые. Так, хлеб, огурцы, помидоры. Это, между прочим, наши все еще помидорки мелкие. Сбоку палки. Вот это я делала. Ну, такой, помидоры прокрутила, перцы туда нарезала. Типа, ну, лечим, не лечим, не знаю, закуска. И чай сейчас налью остужаться. О, хорошо. Так, это мои. Тут уже угли нормальные положу сюда. А то, думаю, ну вот, у меня одна готова. Подкладывать не будем, чтобы дыма не было. Чуть-чуть будем. Сегодня тепло, да? Угу. Угу. Ну, это, кстати, хорошие мясные сосиски. Угу. Ой, моя там давай мне ее. А то, о, так вкусно. Зажаристый. Хо-хо-хо-хо. Треск, треск такой, да? Это у нас стол. Ведро это стол. Не облейся приправкой. Угу. Посидим, покушаем, отдохнем. И еще походим потом. Как приправа. Вкусная? Очень. Вот, маленькие специально банки делаю, чтобы это не бродиться. Я люблю маленькие. Съели и все, убрали. А так, если из большой банки берешь, потом может заплесневееть. Люблю 250-граммовые. Такие вот. И вот до сих пор спеют наши помидоры на балконе. О, хорошо маленький такой. от него тепло идет, дыма нету. Угу. Тебе ложку тоже тут оставлю. А потом. Надо все сегодня съесть, а то мы вечно обратно тащим. Я люблю, чтобы все съедали, не тащили обратно. в бассейнах ветер, как и всегда. Огурцы. Эту жилетку я вязала себе сама. Очень тепло от костра, да? Погода хорошая. У меня все головы мокрые сзади. под шапкой. Ну, ладно. Чай остывает. Нашли пять грибов, как у меня и было запланировано. А, мама последний домой выкинула, да? Большой, который. Ну, я так и думала, что он плохой. У нас в лесу идешь, идешь, раз, наша стоянка. Дальше идешь, там опять какая-нибудь зимняя, летняя. Вот это тоже наша старая, старая стоянка. Ею уже много лет. Дерево это уже гнилое, почти такое стало. У нас тут дрова старые наши еще. сжигаем мусор свой. Больше подкидывать не хотим. Вон у нас палочек-то много нормальных. И так хорошо. Было бы холодно, так может быть и. вот так смолой понесло какой-то как в церкви, знаешь, вот ладаном, когда именно какой-то попался фрагмент. Чай-то много, надо допивать. Вот наши грибы, если еще найдем штук пять, тогда в ведро будем складывать, а пока что в пакете понесем. Так, ну все, собрали мы вещички, кострик наш затих, надо застегиваться, потому что без костра холодно. И пошли мы дальше. Товарищи, лисички, и белые рядовки какие-то, да? О, как много. А мы здесь не это, не видели их ни разу. Ну, какие. Какие прекрасные лисички. Как-то они тут, как ты увидела? А я забыла вообще, что существуют лисички. загадала по два гриба, так я иду по сторонам, смотрю. Мы на обратный путь, я загадала по два гриба, заказала. так. Я красноголовики считаю. Да, лисички-то мы это не считаем, ну, ладно. такие крупненькие, да? Сразу у нас вон сколько. Может, еще попадутся лисы. Может, еще лисички попадутся, да? Я думала, они уже все, спрятались навсегда. Покажи. не будем брать. Целое дерево, смотрите, что сейчас. А это коровик? Нет. Так, я напала на грибочки, но этот вот хороший, точно. Так, там один переросший, а вон тот, наверное, не пойдет. сейчас посмотрим. Ну, нет, вроде нормальный. Вот два. И были тут переросшие. Я как раз два заказала на обратный путь. Так, вот, мои прими, мамы тоже красные. Ну-ка. Я выбросила только ножки. А у меня, смотрите, хорошие. Ну, там были и еще переростки большие. хочу те старые лисички проверить. Тут может быть выросли. Тут есть одно место лисичковое. Может быть, есть тоже. Но скорее всего нету. Так, ну, есть вот такая одна. Может, еще увижу. Я так приятно костром прокоптилась, как баня по-черному. у нас в деревне была баня по-черному раньше. Еще не каждый ее умеет топить. Там угореть можно, если не умеешь. А простую баню-то что, затопил печку, да, согрелась вода, да, иди, мойся. а по-черному баню надо уметь топить. Так, вот одна лисичка попалась. Ну, вот видите, есть красноголовики, просто их сейчас мало, во-первых, а во-вторых, плохо видно. Надо прям тихонько ходить. Так, надо вон туда выйти как-то. Хожу по краешку тут. Там поле. Ветер налетит, осины сразу. Ну-ка, на поле ничего нету. Осины сразу шумят. Нет, на поле ничего нету в траве. Хорошо вот так. Ну-ка, зимние пошли. Это зимние грибы. Фламмулина бархатисто-ножковая. Только две штучки всего. Кстати, уж им пора, по идее-то. Тут две штуки попалась. Сухо, видимо, из-за этого нет. не знаю. Ветер налетел, налетел. Тут еще лисички могут попасться. Тут лисичковые места. Ну, они уже все, спать ушли под землю. Сегодня случайно какие-то попались. Я думала, ты вперед уже давно ушла. Мама сзади. Смотри, мне два зимних попалась. А смотри, что-то нет зимних-то нынче уж. Октября на носу, Тебе ничего не попалось? Нет. А я думала, ты уже вперед ушла. Шла и шла и вырулила на два гриба. Вот один стоит. И я думаю, ну-ка гляну. И вон там второй сейчас. Вот такой. Этот вообще нормальный. И вот здесь еще видела один. Вот он. Этот вообще крутой. и третий. Смотрите, третий. Сам отвалился. Вот свезло, так свезло. Сразу три штуки. Сейчас вот посмотрю, может еще есть. Так что вот три гриба. пока что ничего не вижу. После костра у меня в глазах пелена. Хочется наелась, так спать, лечь. Пригрелась там. Сейчас иду, ничего не вижу. Ну вот, на обратном пути тоже попадается. Да? Да, попадается. По краю может что-то. шла там уже, да? Ну и то, да? Смотри, сколько уже ведрета. Думаю, ничего не наберем. Чага. Еще наковыряю немножко чаги на один раз. Сейчас ножик достану. убрать лишнее. В термосе завариваешь, можно сказать, не совсем кипящей водой. Стою, ковыряю чагу. Спрашивали, можно ее второй раз заваривать, можно залить снова. Я шиповник тоже заливаю заново, потому что очень ветер поднялся такой. И жарко. Я сняла жилетку. Ну, здесь уже мы к выходу так ничего не попадется уже нам. идем просто. Мама там впереди. Мне сегодня очень нравится ходить. С утра было сыро, сейчас все сухо, ветер обдул. Шиповник этот мелкий. Смотрите, какой выворотень тут. видите, у них корневая поверхностная. Вот так идет неглубокий корень, поэтому их легко выкорчевывает елки. Ветер дунет и все. Не падают. О, мама то уж ушла. А я тут все на выход идем. Ну что, вышла я вот на такую еще полянку. Сейчас тут еще погляжу, похожу. На этом будем закругляться. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что походили с нами по лесу. здоровья всем. Удачи. Всем пока. Так, и в конце покажу, сколько у нас всего грибов. Вот. А ты что, еще нашла без меня? Ножка какая-то. вот наши грибы все сегодняшние ягоды. Сейчас ягоды может еще насобираем. Ну, я считаю, нормально, учитывая, что все уже. Вот. Музыка